Иерархия приоритетов в развитии транспорта Иерархия приоритетов в развитии транспорта понятна. Человек, общественный транспорт, тут же в скобочках еще велосипед можно написать, автомобиль движущийся, автомобиль припаркованный. В целом, сейчас правительство Москвы этой иерархии следует, ну, по крайней мере, если говорить за департамент транспорта, за департамент строительства, к сожалению, я пока такого сказать не могу. Это к тому, с чего я начинал лекцию, когда у нас несколько центров планируют вопросы. Соответственно, необходимо обеспечить приоритет общественного транспорта, треть автомобилистов мы переводим на него, Организовать парковочную емкость, какая будет в первую очередь финансовым инструментом регулирования нагрузки на уличную дорожную сеть. Изменить градостроительные нормативы, это уж точно нам надо. Это то, о чем я говорил на второй лекции, что они у нас устаревшие и совершенно ненормальные. Такси. Это очень интересный момент, почему? Потому что такси должно быть дешевле, чем пользование личным автомобилем. То есть вы можете очень четко проверить, есть в городе нормальное такси или нет. Должно быть так. Самый дешевый это общественный транспорт, чуть дороже поездка на такси, еще дороже поездка на личном автомобиле. Если это не так, значит транспортная система стоит в верхнем грамме. Вот, соответственно, посмотрим, как у нас что будет идти с службой такси. Здесь понятно, что бамбил необходимо будет каким-то образом к этому моменту задавить. Потому что если их не задавить, то нормальные системы для нормальных перевозчиков построить чисто экономически невозможно. Подчеркну вообще, что во всех этих начинаниях, во всей транспортной системе важнейшим является именно экономическое стимулирование. Это самый действенный, самый нормальный, самый правильный рычаг. Поэтому, когда автомобилисты говорят, сперва дайте нам хороший общественный транспорт, а потом мы на него подумаем, пересесть или нет, это сказки в пользу бедных, потому что такая система просто не жизнеспособна, так не делают. Делают экономическое регулирование. Как только ресурсы перераспределяются с автомобиля на общественный транспорт, общественный транспорт начинает становиться все лучше и лучше, автомобиль все дороже и дороже, и появляется стимул для того, чтобы пересесть на общественный транспорт. Вот такая задача, собственно говоря, ставится. Что касается улично-дорожной сети, то нам необходимо повышать ее связанность. От транспорта особо малой вместимости, я имею в виду форт-транзиты, от них надо избавляться. Для Москвы это не нормальный транспорт. Такой транспорт в цивилизованном мире существует. Допустим, на туристических направлениях какая-то извилистая дорога к замку. И ездят туда только туристы. Ну и, я не знаю, жители замка. Вот там этот транспорт в принципе может работать. Больше для него ниши в принципе не существует в нормальной системе транспортных перевозок. Ну и ключевой момент, это все решения мы принимаем на основе моделирования, моделирования общего, моделирования отдельных перекрестков, моделирования отдельных светофорных объектов и так далее. То есть должна быть подтверждена эффективность. Без подтверждения эффективности делать ничего далее нельзя. Слава богу, я закончил эту длинную лекцию. Она получилась какая-то очень уж гипертрофированная, длинная. Но я теперь с радостью могу перейти к ответам на ваши вопросы. Антон, вы говорили о велосипеде, как о транспорте в последней миле. Тут есть один очень важный момент. Когда человек приезжает до станции метро, он наставляет на стоятки. Это все понятно. Но в затрудненный момент выхода из дома непосредственно. Очень сложно. Большое число людей прицепить на велосипеды, если они вынуждены тащить велосипед с балкона до лифта, спускать на лифт и так далее. Вопрос понятен. Здесь существует следующая вещь, что дома у нас переходят в управление граждан, в принципе. При дворовые территории, дворовые территории, они тоже находятся в некотором смысле в управлении граждан. Правда, посредованно через кучу бюрократических трудностей, но тем не менее находятся. В Европе, в странах, где велосипед развит, этот вопрос решается через то, что большое количество людей в доме желает ездить на велосипеде. Они просто-напросто скидываются, и у них во дворе появляется собственная крытая стоянка для велосипедов, забираемая ключи, от которой есть у жильцов дома. То есть во дворах та площадь, какая сейчас занимается автомобилями, она огромная. Поэтому место для того, чтобы разместить там велостоянку для жильцов соответствующего дома есть огромное. Вопрос в том, что приоритет автомобиля должен перейти на велосипед, и тогда это становится совершенно реальной темой, которая может решаться. Антон, вы говорили про транспортную модель очень много, когда она, собственно, должна быть, скорее всего, по ожиданиям. И простые люди, насколько смогут с ней ознакомиться и какие-нибудь свои идеи? Замечательный вопрос, который я очень рекомендую адресовать Евгению Михайлову, который, в принципе, является чиновником, который курирует создание в том числе этой модели. На самом деле, насколько я знаю, до конца года там контракт на закрытие этих работ. Другой вопрос, что там необходимо обучить соответствующее количество людей, вести кучу организационных вопросов. Поскольку вот в Самаре, для примера приведу, модель была готова в августе. В ней моделированы сценарии, несколько сценариев по развитию лично-дорожной сети, на перспективу для Чемпионата мира. Но все эти вещи делались в экспресс-режиме без собственных сотрудников в Самаре. То есть их просто подрядчик отмоделировал для того, чтобы показать, как это все работает. Очень тяжело людей подбирать. А конца года-то этого или если этого? Вроде бы этого. У Михайлову, уточните, может оказаться, что я тут совершенно бру, бессовестно вам. Я не хочу. Вопрос такой немного технический про вот эту модель. Как ей пользоваться? То есть это исключительно метод проб и ошибок. То есть сидят люди и пробуют, давайте здесь поставим дорогу, вот здесь мост. Или можно вот там ее запустить, она там недельку подумает и потом выдаст и скажет, что вот вам нужно построить вот здесь вот космос и так далее. Соответственно, модель сама думать ничего не умеет, к сожалению. Таких моделей пока у нас не существует. В принципе, такого софта пока не существует. Даже она очень сложна, то есть там полуэмпирические вещи включены, которые определяются с помощью калибровок. Предполагается, что за ней сидит специалист по транспортному планированию, который должен уметь думать, где ему надо попробовать построить дорогу. Просто модель ему ответит, насколько он правильно подумал. Плюс к этому у различных ведомств, чиновников да и граждан в принципе могут возникать какие-то хотелки. Эти хотелки отправляются на соответствующее моделирование. То есть думать она не умеет, но загрузка ее даже вот по таким задачам, по таким сценариям получается просто колоссально. По опыту Перми, где она работает и для Перми, и для Пермского края уже достаточно давно. То есть там в непрерывном режиме сидит центр моделирования, который непрерывно все эти вещи пробует и выдает соответствующие отчеты в органы власти, что делать, что не делать. А органы власти слушают эти отчеты? В Перми да. В Москве... Нет, ну про Перми речь. В Перми да. У меня есть вопрос, который мне передал волонтер, который очень хотел тебе задать его в прошлый раз, но забыл и очень зажмел об этом. У нас тут читал лекцию, а Александр Шумский из «Пробок нет». И очень долго распинался на тему того, что вот у нас есть стенд с куском Ленинского проспекта и трамвайчиком. И он якобы накануне своей лекции два часа потратил на то, чтобы смоделировать возможное движение на этом перекрестке, и у него ничего не получилось. На что наш волонтер спредел заметил ему, что это же не значит, что это невозможно. И Александр Шумский пообещал поставить бутылку виски человеку, который сможет смоделировать, значит, это движение. Вот. И, значит, Борис хотел тебе переадресовать. Я просто это, мне виски врачи запрещают. Но если кто-то хочет попытаться выиграть Ушумскую виски, я рекомендую посмотреть на Петербург. Там аналогичные проспекты есть, аналогичные линии, аналогичным образом идущие. Поэтому посмотрите, насколько дорогой виски стоит съездить в Петербург, чтобы записать фазы светофоров, соответствующих линиях стоит. Продолжение следует...